Индская цивилизация Индизировав методом радиоуглеродного и оптического датирования фрагменты керамических изделий и останки животных, найденные на территории Индии и Пакистана, ученые пришли к выводу, что хараптская цивилизация существовала еще 8 тысяч лет назад, то есть она была основана на 2,5 тысячи лет раньше, чем предполагалось. Уже в те времена хараптцы строили города с хорошо организованной инфраструктурой, а также хорошо владели ремеслами. А в России ученые Томского политеха нашли способ увеличить урожайность тепличных растений с помощью света. Политехники провели исследование влияния спектрального состава облучения на урожай тепличного салата. Оказалось, самым благоприятным для его роста и развития является сочетание белого и красного света. Такое освещение позволяет ускорить созревание урожая на 4-5 дней. Исследование влияния спектрального состава на сельскохозяйственные растения ученые ТПУ проводят с помощью разработанных в УЗИ фитотронов – прототипа интеллектуальной теплицы с возможностью контроля и изменения характеристик облучения и микроклимата на любой стадии вегетации исследуемых растений. И напоследок в Татарстане. Недавно были подведены итоги конкурса на лучшую научную работу студентов КФУ. Одной из победительниц стала магистрант Института физики Лилия Спирина. Разработанная ею методика позволяет по акустическим замерам шумов скважины определять ее газонасыщенные интервалы. Ученые применяют так называемые нейронные сети, представляющие собой систему соединенных и взаимодействующих между собой простых процессоров. Говоря о практической значимости данной работы, следует пояснить, что на любых этапах разработки нефтяных и газовых месторождений важно знать состав флюида в работающих пластах скважины. Метод, который предложен Лилией Спириной, позволяет определить, на каких участках скважины происходит добыча газа. А на этом все.